Его можно сделать и соленым, и сладким. И по сути мы можем купить уже не сам сыр, а какой-то сырный продукт. Это не чудо, это химия. Всем привет, меня зовут Филипп Захаров, я основатель усадьбы 4 сезона экофермы Захарова. Мы находимся у нас на сыроварне, и сегодня в видео мы рассмотрим наши сыры, какие мы производим, их вкусовые качества, с чем их лучше кушать. А также в конце видео я вам расскажу главное отличие фермерских сыров от того сыра, который можно купить в масс-маркете. Досмотрите до конца, это очень важная информация. И сейчас я расскажу вам о тех сырах, которые лежат у нас на созревании, об их вкусовых качествах, с чем их кушать. Вот здесь у нас лежит головка сыра Гауды, весом 2 кг, на нее ушло 20 литров молока. Напишите в комментарии, как вы считаете, сколько стоит такая головка сыра из чистого фермерского молока. Что у нас здесь есть? На верхней полке у нас созревает Гауда. Это, скажем так, традиционный сыр, который мы привыкли есть на бутербродах. Голландская группа. Сыр созревает 2 месяца. Должен быть вкус без какой-либо кислинки, такой приятный сладковатый молочный вкус. Это такой достаточно простой сыр, но очень важный момент, чтобы не было кислинки в нем. А если вы купили Гауду, допустим, в магазине, попробовали, и у вас чувствуется кислинка, привкус, это уже не Гауда, это больше, скажем так, относится к группе сыров, которые делались в Советском Союзе, там Костромской, Российский и так далее. Это тоже хорошие сыры, но это другие сыры. Хорошая Гауда должна быть с чистым молочным вкусом. И, что очень важно, с ореховым послевкусием. В нашей камере созревания сыры расположены по срокам созревания, и мы двигаемся дальше. Здесь ниже у нас лежит сыр Монтазио. Это сыр уже не бутербродной группы, скажем так, я ее сам придумал, бутербродную группу, но это правильно. Сыр созревает 4 месяца. Чем дольше он созревает, тем больше он набирает, скажем так, пикантности во вкусе, остроты и более вкус насыщенный. Здесь уже можно говорить о том, что здесь будет больше сливочный вкус. Такое относится к группе полутвердых сыров. Уже хорошо его можно с вином, с каким-то виноградом и так далее. Дальше, ниже у нас находится сыр Гривьер. Гривьер – это сыр, который производится в Швейцарии. Он с небольшими глазками. Глазок в сыре, ну, в принципе, мы называем обычно там или дыркой, или полость, или какое-то отверстие, но правильно называть это глазок сырный. Вот. Вот Гривьер обладает небольшим количеством глазков. Это сыр, который созревает уже порядка 6 месяцев. Относится к группе твердых сыров. Этот сыр, поскольку он долго созревает, мы его снаружи обработали смесью специй, трав и оливкового масла, чтобы избежать плесени на поверхности головки. Она созревает, и чем дольше созревает сыр, тем более-более острый у него получается вкус, и он сам по себе становится более твердым. Гривьер – это швейцарский сыр, но совсем не обязательно ехать в Швейцарию, чтобы его попробовать. Мы стараемся максимально придерживаться технологии, такой, которая была там сотни лет назад изобретена. Мы поэтому его и обрабатываем оливковым маслом от плесени, и мы его, естественно, в процессе созревания раз в сутки переворачиваем. И таким образом он набирает необходимый свой вкус. Каждый сыр имеет свой вкус, и в этом его основное отличие друг от друга. Не только там твердость, но и именно вот насыщенность вкуса. Чем дольше сыр выдерживается и зреет, тем он становится более насыщенным, пикантным и острым на вкус. Знатоки сыра ценят более твердые сыры, потому что более богатая вкусовая гамма и более насыщенный сам вкус по себе. И вот у нас уже внизу сейчас на созревании лежит сыр Грана Падана. Это срок созревания от 6 месяцев. Это будет твердый сыр, так называемый терочный сыр. Его можно уже тереть на терке, добавлять каким-то особым блюдом. Снаружи он тоже обработан необычно. Это смесь золы и оливкового масла. Все с той же целью, чтобы предотвратить его порчу, скажем так, в процессе созревания. И чтобы на нем не было никакой плесени. Также этот сыр в процессе созревания мы каждый день переворачиваем. Это необходимая часть технологического процесса. Все твердые сыры, там Грана Падана, Грюгер, тот же Пармезан, они за счет своего долгого созревания обладают настолько насыщенным вкусом, что, взяв маленький кусочек, положив его на язык, вы всей полусюрта почувствуете максимальный вкус этого сыра. Если, допустим, мы возьмем гауду, там кусочек положим на язык, то мы таких вкусовых ощущений не получим. Поэтому, допустим, гауду, она естся на бутерброд традиционно, а уже, допустим, там тот же Грана Падана, это уже нехорошо на десерт с вином, какое-то такое изысканное употребление, скажем так. Вообще сыр – это как вино, он обладает разными вкусами в зависимости от срока выдержки, от условий созревания. И, по сути, каждый сыр, он соответствует какому-то своему блюду или даже, например, своему вину. Но сейчас я вам еще расскажу, что у нас во втором холодильнике созревает. В настоящий момент здесь у нас лежит сыр Шевр. Это, скажем так, творожный сыр, французская группа. Очень интересный такой вариант, что его можно сделать и соленым, и сладким. Мы планируем у себя вот на усадьбе его подавать. Мы сварили сейчас клубничное варенье. Возьмем клубничный сироп, этот сыр, и подадим его в сладком варианте. Также можно его обсыпать, допустим, перцем, оставить на выдержку на год. И он со временем обретет вкус, как у пармезана. То есть мы сможем потом получить, по сути, выдержанный сыр. Здесь также у нас хранится сыр Бри. Это сыр, как вы знаете, наверное, с корочкой плесени. И внутри он мягкий, такой плавленый, нежный на вкус сыр. Чтобы получилась вот эта вот плесень благородная, мы в процессе вымешивания сырного зерна добавляем грибы в сырную массу. Они там внутри есть, но чтобы они выросли, нужно им создать необходимые правильные условия. Поэтому вот в этой камере созревания сейчас влажность порядка 75%, температура 12 градусов, это идеальное условие для роста грибов. И через, думаю, через несколько недель мы уже получим настоящий хороший Бри. Нужно будет его правильно упаковать. Упаковка тоже имеет значение, потому что по-другому он там не будет храниться достаточно долго. И тогда мы сможем насладиться уже вкусом этого благородного вкусного мягкого сыра. И сейчас я, как обещал, я вам расскажу основное отличие наших сыров и других фермерских сыров от того, что, допустим, продается, лежит на полках магазинов масс-маркета. И добросовестные производители могут добавлять растительные масла в сырную массу при производстве, ну, для удешевления. И, по сути, мы можем купить уже не сам сыр, а какой-то сырный продукт, в котором есть часть какого-то животного белка и жира, и часть какого-то растительного, то есть подсолнечного масла. Кроме того, наш сыр, мы не добавляем в него никаких консервантов. Дополнительно не пересаливаем, потому что соль тоже является сильнейшим консервантом. Поэтому у него особый, свежий, насыщенный вкус. К сожалению, производитель крупный, который поставит свой сыр на полку магазина, связан некоторыми обязательствами. У него есть логистика, транспортировка. Сыр должен какое-то время лежать на полке в магазине, потом какое-то время лежать дома у потребителя. И, соответственно, срок годности надо увеличить как можно больше. Ну, естественно, как увеличить? Добавить нужно какие-то консерванты. И, допустим, просто взять любой сыр, вот наш, мы делали сегодня моцареллу, у нее срок годности нашей моцареллы 7 суток. Если вы зайдете в магазин и посмотрите любую моцареллу, там будет 14 суток срок годности. Это не чудо, это химия. И поэтому, если вы так же, как и мы, не хотите употреблять продукцию с консервантами, не поленитесь, поставьте лайк этому видео. Посмотрим, сколько здесь людей, которые заботятся о своем здоровье. А еще лучше отправьте это видео своим друзьям. Пусть они тоже посмотрят, узнают что-то новое о фермерских сырах, о нашей ферме, о наших коровах, о наших сырах и о всем, что мы здесь делаем. А делаем мы здесь не только эти сыры, здесь только часть сыров. Мы делаем еще много интересных сыров, про которые я буду вам рассказывать, снимать интересные видео и далеко не будем ходить. Мы в следующем видео или одно из следующих видео снимем про сыр сулугуни, чтобы вы узнали, что на самом деле это не супер соленый сыр, а супер вкусный, нежный, свежий сыр. С вами был Филипп Захаров. Мы были на усадьбе 4 сезона в нашей сыроварне. Всем привет, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok